Здравствуйте! В эфире программа «Республика» прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Плюс 15. В Чувашии подтвердились еще 15 диагнозов COVID-19. Теперь в республике всего 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как вести себя во время пандемии? Жители получили ответы в прямом эфире. Все по домам. Тех, кто решил просто прогуляться по улицам, уже штрафуют. В Чувашии подтвердились еще 15 диагнозов COVID-19. Из них 9 контактных, 6 приезжих. Среди 15 заболевших – двое несовершеннолетних. Теперь в республике всего 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Сейчас пациенты находятся в инфекционных стационарах. Степень тяжести заболевания у всех разная. Есть больные в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. – Хочу, может быть, еще отметить географию. Вот если взять сегодняшнее подтверждение – 15 человек. Это Янтиковский район – 7 человек. Канаш и Канашский район – 4 человека. Чебоксары – 3 человека. И один человек – город АлатР. Как видите, география тоже расширяется. И это перед нами ставит вот такие новые задачи и новые вызовы. Мы в целом, конечно же, система здравоохранения в Чувашии подготовлена. И дальше готовится к возможному, скажем так, неблагоприятному развитию ситуации. То есть у нас на сегодняшний день подготовлено более 300 коек, которые специализированы для лечения подобного рода больных. Сейчас на стадии закупки у нас находится около 100 дополнительно ИВЛ. И в итоге, к концу апреля, мы должны подготовить количество коек чуть больше 600. В планах стоит 609, если быть точным. Эти цифры, которые я вам называю, они нам должны позволить обеспечить всех заболевших, в случае, если их будет много, необходимым медицинским обслуживанием. А самое главное, той необходимой помощью, исходя из тех опасностей, которые несет данное заболевание. Сегодня в эфире национального телевидения состоялась прямая линия, в ходе которой члены рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции ответили на вопросы жителей республики. Руководит группой заместитель председателя кабинета министров Алла Салаева. Это уже вторая линия. Всего поступило более 100 звонков. Все они были приняты и переданы в обработку для принятия решений. Если ранее введенные ограничения носили рекомендательный характер, то сейчас они обязательны для исполнения, подчеркнул вице-премьер. Большинство вопросов были на тему перемещения по городу, райцентрам, какие документы нужно иметь с собой для предъявления патрульным группам, будут ли привлекать к ответственности за выезд к родственникам, за которыми нужен уход и многие другие важные вопросы. Конечно, жителей волнует оперативная обстановка в регионе в связи с пандемией. У 19 человек подтверждена коронавирусная инфекция, то есть изо дня в день прибавляется случай. Из этих 19 человек один человек выписан с выздоровлением. Дополнительно мы ожидаем буквально на днях подтверждение либо опровержение еще порядка у 16 граждан. Спустя несколько часов ситуация изменилась. Еще у 15 человек диагноз уже подтвержден. На прямой линии вопрос под оплатой медикам. Профильный министр уверил, все дополнительные средства дойдут до каждого. Но не надо забывать, что будет разделение по категориям. Дистанционное обучение на этой неделе давало сбои. Было много звонков и обращений. Планирую вместе с Министерством образования побыть тем учеником, который участвует в дистанционном обучении в рамках образовательного процесса и ситуацию максимально отстроить уже по факту. Малый бизнес несет потери. По этому поводу тоже было немало звонков. Индивидуальные предприниматели, например, владельцы парикмахерских и салонов красоты, рассчитывают на поддержку государства. Да, безусловно, данная отрасль, сфера деятельности попала наиболее пострадавшей от коронавируса в связи с закрытием. И, соответственно, весь перечень, который сейчас принят по формам поддержки на федеральном уровне, и тот перечень поддержки, который будет доработан буквально в ближайшее время на региональном уровне, он будет распространяться на салоны красоты, парикмахерские, ну и иные предприятия этой сферы. Звонили из районов и других регионов страны. Например, из Москвы. Мужчина обратился с необычным вопросом к рабочей группе. Его пожилые родственники живут в селе Порецкое. Неожиданно остались без помощи. Ситуация очень важная. Спасибо, что вы позвонили. Безусловно, ехать не надо. Вам еще нужно сказать, как зовут вашу бабушку, для того, чтобы мы... Село Порецкое я записала, да. Как зовут? Да, Куваева Анна Максимовна. Куваева Анна Максимовна. Я вам обещаю, что в ближайшее время, буквально в течение пару часов, и министр труда здесь, работники соцзащиты нам дадут обратную связь. Но кроме этого и отстроим вопрос волонтеров. А у вас эта система работает. Вы, в принципе, точку входа дали, сообщили. Не переживайте. Эту ситуацию я возьму под контроль. Как всегда, было много вопросов по социальным выплатам. Получение справки для перемещения по городу, оплате за вынужденные выходные. Регламентирующие документы по дополнительной поддержке вот-вот придут из Москвы. Справки дает только работодатель. Отправление в административные отпуска – нарушение. Делают ли в столице дезинфекцию? Обязательно. А если есть сбои, сообщайте. Что касается остановок, дезинфекции улиц и подъездов, это делается во всех городах. Вам надо сейчас сказать адрес непосредственно по Альгешево и Южному району. И мы, конечно, Алексею Олеговичу Ладокову доведем эту информацию и посмотрим индивидуально. Час эфира прошел очень быстро. На вопросы, которые не успели озвучить в эфире, ответы дадут заявителям лично. Прошу терпеливо реагировать на ужесточение мер, соблюдать, нести ответственность. И, конечно, наступило время помогать. Помогать друг другу, помогать близким, которые рядом находятся. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. Ситуация в Парецком благополучно разрешилась. У пожилых людей появился помощник. На жалобу о несоблюдении мер безопасности и прогулках без надобности отреагировали и в Красночитайском районе. Да, действительно, на 8 число мы полностью, значит, разъяснительную работу провели, но акты не составляли, потому что первый раз люди могли и не знать. А сегодня уже вот именно определенные требования, определенные меры будем принимать отношения тех людей, которые самовольно будут гулять без всяких разрешений. Также, которым необходимо идти на работу, значит, специальные ставки выдали всем. Здесь тоже эта работа ведется, определенная форма образца. Я думаю, такой проблемой, наверное, не будет. На сегодняшний день у нас 285 человек, которые прибыли из других регионов, и 4 человека, которые стоят на самоизоляции, это прибывшие из-за границы, да? А 285, которые из других регионов, они на учете. Они тоже должны находиться в течение 14 дней дома, на самоизоляции. Вот это вопрос, полный контроль, ежедневно проводим мониторинг. Врачи, представители власти, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют всем оставаться дома для собственной же безопасности. Прогулки по улицам без уважительных причин могут обернуться штрафом до 30 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за нарушение правил поведения при действующем режиме повышенной готовности, который с 18 марта введен и в Чувашии. Покидать места проживания можно только по нескольким причинам. Если понадобилась экстренная помощь, нужно в ближайший магазин, аптеку навестить пожилых, либо людей, нуждающихся в уходе, и выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома. Все остальные действия в условиях режима повышенной готовности под запретом. Гражданам рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, даже в общественном транспорте. Кстати, правила самоизоляции не применяются к руководителям и работникам органов власти, служб жизнеобеспечения и предприятиям, оказывающим прямое влияние на экономику региона. Но в последнем пункте оговорка сотрудникам должны быть выданы справки, по которым они и смогут добираться до рабочего места. Нарушителям режима повышенной готовности грозят предупреждения, либо административные штрафы для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении правил штрафные санкции увеличатся вдвое, а организации грозит и приостановление деятельности до 90 суток. Сейчас соблюдение приказа в Рио главы региона контролируют сотрудники полиции и мобильные группы администрации муниципалитетов. Протоколы, составленные на правонарушителей, рассматривают мировые судьи, которым также не запрещено появляться на своем рабочем месте. Дмитрий Ковалев, Республика. Все, кто контактировал с зараженными COVID-19 в Чувашии, сейчас находятся в обсерваторах. Это в первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Всего 42 человека, по данным Минздрава Чувашии. Республиканский обсерватор организован в санатории «Лесная сказка», который находится в Чубаксарском районе. Первых так называемых контактных туда привезли 2 апреля. Вторую группу 4-го. Анализы на коронавирусную инфекцию у них берут трижды. В первый день спустя неделю и под конец 14-дневного карантина. В нашем распоряжении оказались кадры из обсерваторов санатории «Лесная сказка». По словам автора видео, девушки оформили больничный, а первый результат на COVID-19 был отрицательным. В комнате живем мы втроем. Никуда нельзя выходить. На улицу тоже не выпускаю, только в комнате живем. Вот так вот как-то. Есть воздухоочиститель. Вот это вид из окна. На улицу ходят полиция и ОМОН. Но врачи практически не заходят. Изредка так узнают, как самочувствие. Также в режим обсерватора переведено три больницы. В Урмарском районе в таком положении оказались два терапевтических корпуса ЦРБ. В стационаре 30 пациентов и 44 сотрудника. Его превратили в изолятор, потому что анализ на коронавирус подтвердился у одного из пациентов этой больницы. В таком же положении сейчас две чебоксарские больницы, где коронавирус подтвердился у сотрудников, которые контактировали с больным пациентом. На карантине сейчас стационарная корпуса больницы на Чапаевском поселке и второй городской больнице, бывших ЭБК. В первой размещены 174 человека, во второй – 159. Они находятся там круглосуточно и изо всех сил стараются не скучать. Руки вперед! Назад! 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 Работаем на тайну! Раз! Двести цепок! Дихо, шею, на тайну! Засиделись! Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обсудил проведение праздника Пасхи с митрополитом Чебоксарским и Чуварским Варнавой. К сожалению, коронавирус разрушил множество планов, в том числе и пасхальные. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отметил, и у церкви, и органов власти две задачи. С одной стороны, не допустить скопления народа, что категорически запрещено во время пандемии. С другой, сделать так, чтобы верующие не остались без атрибутов праздника, освященных куличей и пасхальных яиц. Как-то нам с вами вместе обратиться бы к верующим, чтобы они воздержались и молились максимально дома. А мы бы вместе с нашими волонтерами, которые сейчас очень активно работают, это и наши республиканские волонтерские центры, это несколько сот человек уже работают, и ваши православные волонтеры, может быть, донесли бы людям верующим вот эти святыни. Церковь с пониманием относится к ограничениям, которые диктует эпидемиологическая обстановка. Предложение Олега Николаева. Митрополит Варнава встретил с одобрением. В условиях самоизоляции люди старшего поколения получают пенсии либо на дому, кто раньше получал выплаты на почте, либо на банковские карты. Но у тех пенсионеров, которым средства переводили на Сберкнижку, возникли вопросы, как теперь им снять деньги. Совместно с Пенсионным фондом России мы обеспечили досрочную выплату пенсии тем пенсионерам, кто обычно получает до 12 числа месяца. Однако не все пенсионеры, которые снимают пенсию наличными в офисе, успели это сделать. Для получения пенсии клиенту совершенно необязательно идти в отделение банка. Если карты вдруг нет, ее можно оформить в любом офисе Сбербанка. Причем рекомендуем оформить бесплатную карту Мир Моменту, для того чтобы прийти всего лишь один раз. Такую карту не надо ждать, она выдается сразу. Для тех пенсионеров, которые, к сожалению, не могут дойти к нам в офисы, мы сейчас разрабатываем дополнительные меры возможностей. И я уверен, что мы в самое ближайшее время это сделаем. Возможно, будет доставка сотрудниками банка, инкассацией. Мы проговариваем сейчас с Пенсионным фондом возможные варианты доставки клиентам на дом этих карт. Плюс, возможно, мы задействуем волонтерское движение. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев усилил контроль за реализацией национальных проектов в Чувашии. Особое внимание уделяется строительству крупных объектов с большим объемом финансирования. Совещание в формате видеоконференц-связи по строительству очистных сооружений в поселке Вурнары прошло сегодня в Доме правительства. Я, насколько я понимаю, все-таки в систему должны сбрасываться предварительно очищенные воды. Прежде всего, речь идет о хозяйствующих субъектах, которые находятся на территории, прежде всего, поселка Вурнары. Вот с этим вопросом как-то решается? Олег Алексеевич, Вы абсолютно правильно поднимаете проблему. Ну, если небольшой экскурс такой, да, вот действительно Вурнары поступили разово благодаря нацпроекту 406 миллионов рублей. Это очень значимо и решается давняя проблема поселка Вурнар, то есть это очистные сооружения и ведение канализации. На сегодняшний день по, скажем так, строительно-монтажным работам вопросов нет. Мы выезжаем с подрядчиком постоянно в контакте, то есть и отслеживаем ход ведения работ. Но возникают вопросы по дальнейшей эксплуатации объекта и самих уже сетей. Согласно нормам водоотведения, то есть те предприятия, которые планово должны будут быть подключены к канализационным сетям, должны доводить свои стоки до нормативных значений. Занимательный час. Марафон открытых эфиров с таким названием стартовал в столице Чувашии. Он запущен специально для школьников, которые занимаются дома. Мы рады приветствовать вас на марафоне открытых эфиров. Сейчас очень важно, чтобы каждый из вас, каждый мальчишек, каждая девчоночка находилась дома в безопасности. Каждое утро дистанционные участники марафона начинают зарядки. В 7.30 профессиональные спортсмены показывают комплекс упражнений. Педагоги, психологи, музыканты. В отведенное для них время в 2 и 3 часа дня интересные люди в прямом эфире будут разговаривать со школьниками. Сегодня у нас в эфире час КВН и час детского психолога. В другие дни вас ожидают час музея, час спорта, мастер-классы, игр-часы и учебные часы для старшеклассников. Это решаем ЕГЭ и УГЭ. Параллельно с марафоном стартует и творческий конкурс «Звездный час». Вокал, хореография, оригинальные и литературные жанры. В конкурсе несколько номинаций. Участникам нужно записать трехминутное видео и отправить в управление образования города Чебоксары. Голосовать за них можно там же на сайте. Победителей ждут призы и подарки. Юлия Важенина, Павел Редков, Республика. Движущая сила, особенно в самые трудные времена. Волонтеры Республики объединяют усилия для оказания помощи людям. Сегодня с добровольцами встретился в Рио главы Чувашии. В любое другое время их бы могли собрать вместе в одном зале. Но пока приходится общаться по удаленной связи. В условиях, когда вирус не сдается, растет количество заболевших и все больше людей попадают в зону риска. Гарантия безопасности, самоизоляция, отметил Олег Николаев. К тому, кто сейчас находится дома и нуждается в помощи, готовы прийти волонтеры. Поддержка добровольцев в эти дни как никогда важна. То есть, если какой-то человек захотел стать волонтером, есть специальный сайт «Мы вместе 2020.рм». Есть там специальный раздел «Стать волонтером», где человек регистрируется. И данная заявка отображается у нас в личном кабинете. Далее он уже проходит непосредственно очное обучение и инструктаж. С целью налаживания работы более протрачной, к каждой заявке присваивается номер, о котором известно только волонтеру штаба, пожилому человеку и непосредственно волонтеру выездной группы. Волонтеры приедут только к тем, кто обращается на телефоны горячих линий. Сейчас вы видите их на экранах. Это гарантия того, что люди, нуждающиеся в помощи, не столкнутся с мошенниками. Сейчас в республике работают три штаба добровольцев. Более 300 человек прошли специальную подготовку. За день поступают десятки звонков. Перед каждым выездом сверяется список покупок. Линичные, нужно купить продукты, хозяйственные продукты и продовольственные. Муку, крупу. Свою поддержку предлагают и предприниматели. Они готовы приобрести продукты и медикаменты и передать их нуждающимся безвозмездно. Акция «Мы вместе» объединила неравнодушных людей по всей стране. Так и в республике формируется единая команда, которая помогает людям пережить трудный период. Эта деятельность очень важная, очень нужная, очень ожидаемая многими людьми. Ну и вот этот процесс консолидации, который происходит вокруг волонтерского движения на сегодняшний день, а он набирает силу, этот процесс консолидации. Все больше и больше людей вовлекается в этот процесс. Очень важно, чтобы все те волонтерские движения, которые на сегодняшний день объединены под региональный волонтерский центр, работали скоординированно. Самоотверженный труд волонтеров необходимо поддержать, отметил в Рио главы региона. Сейчас добровольцы нуждаются в защитных костюмах, перчатках, антисептиках и бесплатном проезде по городу. Ну и проезд на общественном транспорте, естественно, вот уже говорит, что есть некое решение. Мы сегодня же это решение еще раз обсудим и систематизируем. И здесь полностью поддерживаю, что волонтеры должны и обязаны иметь возможность оперативно передвигаться. Но вопрос только в другом. Общественный транспорт у нас довольно-таки сейчас редко ходит днем. Поэтому здесь надо будет находить, возможно, и другие некие дополнительные решения, чтобы увеличивать эту оперативность. Оказывать помощь нуждающимся волонтеры обещают при любом сценарии развития ситуации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Чувашский национальный музей перешел на формат видеоэкскурсий. А нашу съемочную группу пропустили в хранилище фондов. В обычное время это не приветствуется. Все приходящее, а искусство вечно. Известная фраза из популярного советского фильма сейчас особенно актуальна. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работа в музее не прекращается. Самое время узнать, какой сложный путь проходят предметы, прежде чем попасть в экспозицию. Чувашский национальный музей приоткрыл для нас завесу тайны. Наконец, святая святых любого музея – это специализированное хранилище. Спецхран – помещение для экспонатов из драгоценных металлов. Они требуют строгого учета, особого ухода и условий хранения. Это предмет этнографии на шейное украшение женщины. Предмет 17 века, полностью, смотрите, из серебряных монет. Кроме предметов этнографии хранятся предметы быта и нумизматики. Уникальный предмет – ковш императрицы Елизаветы. Его дарили тем, кто заслужил. Это были служилые люди, это были дворяне, купцы. Скажите, пожалуйста, а история этого ковша, она известна? Как он к вам попал? На самом деле информации очень мало. Эти 30-е годы передают из города Ядрина, без авторства, вместе с Екатеринским ковшом, который у нас в экспозиции. А Екатеринский ковш был вручен ядеринским купцам за то, что они посодействовали усмирению Пугачевского мятежа. В музее собрана богатая коллекция огнестрельного и холодного оружия разных времен. Разумеется, такие экспонаты лишены боеспособности, но от этого не потеряли своей ценности. Вообще оно абсолютно разное. Есть кустарное, есть специальное фабричное заводское оружие. Видите, времена есть, есть моменты, где самодельное оружие. Такие вот экземпляры, да. Это уже более профессионально. Опять же, примерно период, какое время временной? Очень, ну, преимущественно 19-й век. Вот это самое первое вступление, на самом деле. Можно я на вес попробую? Она ведь, смотрите, такую недюжую силу нужно иметь, чтобы вот таким вот оружием, таким, такой саблей, да, то есть, смотрите, на самом деле, да, она очень достаточно тяжелая, но больше килограмма, может быть, ну, точно, наверное. Это нужно размахнуть. Какую силу, да, нужно иметь для замаха. Интересный проект подготовил музей для юных жителей республики по музею смузей. Трехцветная кошечка Музя, которая живет в музее, сопровождает ребят в онлайн-экскурсиях и предлагает им увлекательные викторины и конкурсы. С музей можно подружиться в социальной сети ВКонтакте. На нашем телеканале стартовала рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем же занимаются жители республики во время вынужденных выходных. Всем привет, меня зовут Таня Леонтьева, я журналист, и я, как все из вас, нахожусь дома в карантине. Самоизоляция. Я, как и многие, работаю на удаленке, и прямо сейчас я вам покажу, как проходят мои рабочие и выходные дни. Самоизоляция, самоизоляция, когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам себя. Сиди дома, детка, сиди дома. Если прилетел из Берлина и Кореи, Ирана, Юэсэй, или склона Куршавеля, детка, сиди дома. Ты в маске и на ручке льешь вонючий санитайзер, но не играй судьбой. Дома ты останься, детка, сиди дома, детка, сиди, дома, детка, сиди дома. Самоизоляция. Самоизоляция. И это еще не все, чем можно заняться у себя дома. Все зависит от вашей фантазии. Но главное, друзья, берегите себя, свое здоровье, своих близких. И давайте будем вместе дома. Это все новости к этому часу. Оставайтесь вместе дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова